Всем привет! Это письмо от подписчицы. Если вам нравится такого плана видео, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну а мы приступаем. Сейчас я зачитаю письмо, вы можете оставить свои комментарии, рекомендации. Давайте приступим. Здравствуйте, уважаемая Галина! Благодарю вас за ваш канал, за большое количество полезной информации. Ваша психологическая и человеческая поддержка очень помогают в такое непростое время. Очень ценю ваш труд. Спасибо вам большое! Пришло и мое время написать вам письмо, так как назрел больной вопрос. Я в отношениях много лет, сейчас понимаю, что в больных отношениях. Есть ребенок 10 лет. За время совместной жизни я всегда тянулась одна, на мужа особо не полагалось. У него были разные трудности. То есть работа, то ее нет, то есть доход, то он нестабильный. Было много ссоры за денег, так как мне приходилось обеспечивать ребенка самостоятельно и ждать, пока у мужа пойдут стабильно в город дела. Но его желания я особо в этом и не видела. Давайте я сразу буду немножко останавливаться, потому что письмо большое, что-то забуду. Вот уже первое, смотрите, я долгие годы ждала, пока у мужа что-то наладится, но его желания в этом, вы сами об этом пишете, вообще не было. Я не видела никаких стремлений к этому. У меня тогда вопрос, что вы ждали, зачем вы ждали, если вас не устраивало то, как вы живете. Я растил ребенка, не опираясь на мужа, и вообще я ждала, что что-то изменится, но предпосылок для этого не было, и желания у самого человека тоже не было. Здесь вопрос уже к вам, зачем мне ждать или проживать жизнь так, как мне не хочется, если рядом человек, который меня не до конца устраивает, меняться он не обещает. И смотрите, из-за вот этих лет ожидания, то, чего вам не обещали, у вас накопилась обида, претензии, негатив какой-то, в общем, у вас скопились эмоции, которые вы подавляли в процессе вот этого ожидания. Естественно, у нас были какие-то причины для того, чтобы не расставаться, может быть некий страх, страх одиночества, социального порицания, непринятия, вообще больно проживать расставание такой человек, который не любит расставаться ни с кем никогда и так далее. В общем, какие-то свои причины. Мы родом из Украины. Муж чудом успел за несколько месяцев до войны уехать в Польшу, чтобы зарабатывать больше. Началась война. Мы, естественно, переехали к нему, и отношения между нами стали враждебными. В Украине мы жили в моей квартире, которая досталась мне от родителей. В Польше муж нашел работу, снял квартиру для нас с удовольствием и с хорошим ремонтом. Не неся особо никогда в жизни ни за что ответственность, Мы на это обращаем внимание. Почему-то теперь он возомнил из себя трудягу, и его обычные поступки чуть ли стали не подвигами. Я на данный момент не работаю, адаптация проходит тяжело, до сих пор не могу привыкнуть. Почти год лила слезы, что хочу домой, соответственно, желания к изучению языка у меня не было. А без знания языка, сами понимаете, только посуду мыть или полустроиться можно. Муж постоянно давит и упрекает, что я ничего не делаю, бесконечно жалуется, как ему одному тяжело. Год мы живем в скандалах, ребенок тоже страдает. А мне до боли обидно, что впервые в жизни, вот, мне до боли обидно, раньше обиду мы подавляли, сейчас уже через край просто, точка кипения дошла, да. Мне обидно, что впервые в жизни он несет какую-то ответственность за свою семью, тут же я, как жена, тут же должна молиться на него. Видите, вы, ваши ожидания не оправдались, вот в чем проблема. Наконец-то, ну, такими, скажем так, тяжелым поводом и страшным у него пришлось, так сложились события, брать ответственность, то есть вы не можете какие-то функции выполнять. На самом деле, вы не можете выполнять функции взрослого в ваших отношениях. Вы даже говорите, он был всегда безответственный, наконец-то ему пришлось стать взрослым, он не хочет этой роли, сопротивляется, поэтому ему нужно определенные блага, чтобы ему поклонялись, благодарили, потому что он не хотел, это не его естественная вообще роль. В общем, как бы, это естественный вообще процесс. Не оправдались ваши ожидания, и вот эта история, как бы, практика, которой вы пришли сейчас, которой вы проживаете, она лишь вам подтвердила, что не надо было ждать, ничего не меняется, он ничего не обещал. Когда мне было туго-тяжело, он и не думал помогать мне, хотя бы обеспечить дочь нормально. Галина, я не знаю, правильно я рассуждаю или нет, но мне кажется, мужчина по природе главный в семье, добытчик, и есть ряд определенных мужских обязательств, которые свойственно делать мужчине. Если женщина все тянет на своем горбу, и бесконечно нужно помогать мужчине, так зачем тогда вообще мужчина? Он выможет хоть иногда что-то сделать сам, без меня. Совершенно верно, вы рассказываете вашу позицию на эту тему, вы имеете на это полное право, поэтому у меня просто вопрос, что вы ждали 10 лет, если у вас конкретно сформированное отношение к этому, вы ждали, что что-то из него получится. Можно было понять раньше, что ничего не получится, и ваши вот они неоправданные ожидания сейчас вылазят, больше еще обиды, и вот эта фаза ожидания, она вас привела к такому острому сейчас столкновению, острому разочарованию, обиде, горести, всем вот этим эмоциям, которые вы проживаете. Вот уже целый год я слушаю упреки и неуважение к себе. Вот что дальше слушаете дальше, да, ждете? Вот до этого вы ждали, подавляли все эмоции, а сейчас вы ждете еще, а вас ноги вытирают, просят благодарность, вы опять что-то терпите. Вот знаете, у меня уже просматривается у вас какая-то такая нотка терпилы, ну в таком смысле, не в прямом, не в плохом звучании этого слова, что вам надо терпеть. Поразмышляйте над этим, где у вас, у вас есть 100% негативные установки на эту тему. Терпеть, ждать, и терпение это благо некое, потерпи, потом получишь. Вот это терпение, то, что тебе плохо не нравится и нехорошо, это нормально, это даже вознаграждение за это, какое-то можно или одобрение, или любовь получить. Это неправильная вообще установка, но она у вас точно есть. Он устает, у него болит спина, он пашет, а я ноль без палочки вдруг стала. А все те годы, которые я старалась, видимо, не считаются, еще он считает, что значит, я должна ходить за ним следом и все убирать, как за маленьким ребенком. Элементарно, не ценит мой бытовой труд. Я чистоту в квартире тоже навожу, и он ведет себя просто как свинья. Я только помыла все, а он чем-то капнул на пол, переступил и дальше пошел. Даже постель за собой перестал заправлять. Мне это надоело, и я перестала за ним убирать. В ответ я услышала снова упреки. Смешивание меня, простите, с дерьмом. Агрессивный, неадекватный, оскорбляет при ребенке, посылает на три буквы. Такого я раньше никогда не слышала от него. Я ему сказала, что к окончанию войны вернусь домой, и мне проще жить вдвоем с дочерью без него, что такого отношения я не потерплю. А он мне ответ, ты меня не уважаешь, ты неблагодарная, ты ничего не ценишь и не поддерживаешь меня. Мне нужно понимание и поддержка. Я начинаю задумываться, что может я правда неблагодарная, может я виновата, что не даю поддержку, может мужчину нужно ценить и хвалить. Я считаю, просто его не за что. Галина, каждый раз, когда я пытаюсь поддержать, что-то сделать для него хорошее, он садится просто мне на голову, начинает наглеть, все делает по-своему. Потом все больше отталкивает меня от себя. Он мне становится неприятным во всех смыслах. Я ему в кавычках должна постоянно. А по его мнению, он никому ничего не должен. Он делает сильно много, и мне поддержка не нужна. Он даже когда делает какую-то мелочь, его нужно поблагодарить. А для меня это как должное, обычный поступок. Сейчас я здесь немножко прокомментирую. У вас странно, что спустя только 10 лет вы поняли отношение с этим человеком, что он из-за вот такого типа, которому все должны и должны быть благодарны. Да, есть такие люди, которые, назовем так, эгоисты. Эгоисты в здоровом смысле, в норме. Это очень хорошо, это даже очень правильно. У нас когда был лекторий про счастливого формула счастливого человека, там была целая лекция про эгоизм, кто кому что должен, обязан и так далее. И я там эту тему затрагивала. Вот ваш супруг, это конкретный пример того, что я говорила на лектории. Я говорила о таких людях. Существуют такие люди, которых в детстве воспитывают таким образом, с ощущением, что им все должны, что они никому ничего не должны, должны только им. Есть другая крайность людей, другая категория, которые считают, что они не могут говорить нет, они должны всем отдавать, делать, спасать и так далее, так далее, так далее. Ваш супруг немножко из другой истории. Это все про воспитание, отношения с родителями, которые у него были в детстве. Это сформированная личность. Если вы мне зададете вопрос, можно ли это как-то изменить, переделать, нет, никак нельзя. Это может изменить сам человек. Для этого ему нужно столкнуться с трудностями, с проблемами. И это произойдет изменение, если он этого захочет. Если ему будет очень дорого, не будет желания потерять кого-то в своей жизни. То есть такая угроза будет. Но, как правило, этих людей очень маленький процент, которые готовы изменить свой характер, себя поменять, какую-то переоценку сделать хотя бы в отношении одного человека. Им проще сохраниться, продолжать как упертым, быть, знаете, в танке, как называется. Не слышать окружающих, быть на своей волне, делать только то, что хочет он. И считать, что он никому ничего не должен. Все должны только ему. Если вы уже спустя 10 лет поняли, что вы в браке с таким человеком находитесь, у меня сразу, первое, вы не общались, не узнавали или закрывали максимально глаза на вот это его качество, характер, на его вот эту черту, старались этого не замечать, или как-то оправдывали ранее, чтобы с ним не расставаться, он вам зачем-то супер нужен был. Изменится ли это или нет? Я думаю, что нет. Если он может даже обещать, ну, мы всегда не слушаем никогда слова, мы смотрим на конкретные поступки. Обещать может, смотрите по факту, меняется человек или нет. Если вы меня спросите, как мне будет лучше, буду ли я счастлива, я скажу всегда, мы не должны делать то, что нам не нравится, спать, жить, есть с людьми, которые нам не нравятся, нас чем-то не устраивают. Если вам не получается достигнуть компромисса с человеком, вам нужно с ним расставаться. Потому что вот эта точка, когда он вам говорит, я ничего не обещаю, хочешь живи, не хочешь уходи, это решение за вами, вы либо уходите, либо продолжаете мучиться. Если вам нужна счастливая жизнь, вы встаете и уходите. Если вам нравится и хочется мучиться, оправдывая это всевозможными словами, я хорошая, я молодец, мне надо мучиться, терпеть, спасать, он изменится, он обещает, и так далее, и так далее, и так далее. Пожалуйста, это ваш тоже выбор. То есть здесь это все зависит, когда это закончится от вас. Продолжаю. Моя дочь год учится онлайн в Украине, потому что у нее был большой стресс в польской школе. Она со слезами просила ее водить, не водить туда. Я пожалела, оставила онлайн, но понимаю, что тем самым оттягиваю адаптацию, так как неизвестно, долго ли будет эта война. За год поддерживаю доченьку, снова настраиваю на вторую попытку в польскую школу пойти, только уже в другую. Галина, очень переживаю за адаптацию дочери. Подскажите, пожалуйста, как быть и как максимум поддержать ребенка? Даже не представляю, как она будет учиться в школе, где все на другом языке. Так, я, смотрите, здесь остановлюсь сразу, скажу, про ребенка в лог. Поверьте, ваша дочь, к сожалению, не одна, и таких детей тысячи, которые с ней абсолютно рука об руку попали в эту ситуацию, и, скорее всего, даже пошли в ту же школу, что и она. Все переживают этот стресс. Дети переживают стресс гораздо мягче и легче, они быстрее адаптируются, нежели взрослые зачерствелые люди. Ну, то есть мы с вами, да? Я больше скажу, просто вот эта же ситуация со школой адаптации и стресс, я нельзя рассказала, что есть и другие дети, которые это сейчас переживают. Это лишь показатель неустойчивых отношений в вашей семье. Этот стресс, почему ей так тяжело это далось? Потому что у вас дома не все спокойно. Это тот спусковой, скажем так, вот момент, где она показывает свое отношение, что ей тяжело, ей хочется поплакать, стресс, трагедия у нее и так далее, так далее, так далее. Но на самом деле причина ее вот этой проблемы в школе, скорее всего, в семье. Она не чувствует себя хорошо, комфортно, потому что у вас проблемные отношения. В том плане, что стресс создается дома, а школа – это тоже стресс. Но там, короче, там она все это выпускает, показывает сопротивление у нее идет, проблемы с адаптацией, там конфликты могут быть с детьми и так далее, и так далее, и так далее. Если вы это слышать, скажем так, от меня не хотите и думаете, что я не права, просто задумайтесь о том, что в этих же школах в вашем городе, в вашем районе еще есть сотни, ладно, не тысячи, но сотни украинских детей ее возраст, ровесники, которые тоже пошли в эти школы, которые тоже столкнулись с этой проблемой. Но каждый реагирует на это индивидуально, исходя из своего опыта, своей психики, атмосферы дома, в семье. Ребенку, вот как поддержать? Ребенок проще всего, ребенка делится всегда жизненно в семье и вовне, в обществе. И вот, чтобы ей было легче, ее в семье должны поддерживать, любить, не ругать, говорить, что у нее все получится, давай вместе посмотрим. То есть какое-то объединение должна она чувствовать, что семья – это то, куда она придет за поддержкой, за помощью. Ее не оттолкнут и скажут, ну там школа, решай сама как-то, да? А примут, с ней будут вести диалог, будут говорить, что она нормальная, что у всех с этим проблемы бывают. Давай еще раз, ну, по сути, вы правильно все делаете, да? Максимально просто любите вашего ребенка, принимайте его даже своими проблемами и комплексами. Так, дальше продолжаю читать письмо. «Мужу наплевать на эту ситуацию, его даже разозлило, что я решила не отдавать в школу, а на год оставила ее дома. У нас скандалы из-за русского и украинского языка. Муж ненавидит Россию, неудивительно, да? И все, что с ней связано, я это понимаю. Но этот маразм, что оказывается, нужно отказаться от русского языка, мне это кажется бредом. Мы из Донбасса и всю жизнь привыкли разговаривать на русском языке. Нам так комфортно, нам так нравится. А у него дело принципа. Здесь тоже у вас расхождение идет, потому что вот дело принципа. То есть за принципами вы не видите компромисса и не можете договориться. Это, почему даже вот в этом примере вы не можете договорить компромисса? Потому что у супруга прав он. Он эгоистичен очень сильно. И у него эгоизм нездоровый, у него с перегибом. Мне все должны, обязаны, а я нет. Поэтому он не может быть гибким и сделать какое-то исключение. Я имею право жить как мне комфортно и разговаривать на языке, на котором мне удобно. Я сразу об этом сказала и точка. Каждый день назревает ненависть между нами и мы эгоистично думаем только о себе. Плевать хотели на проблемы друг друга. Я его физически хотеть перестала из-за постоянных обид. Это тоже дает трещину. Я так понимаю, все идет к завершению. Возможно, у меня кто-то из подписчиц есть опыт похожей истории. Помогите, пожалуйста, разобраться в этом. Очень интересно ваше мнение. В принципе, я очень много уже рассказала мнение свое. Идет ли это к концу? Я честно скажу, тягомотина может тянуться очень долго, пока вы будете лояльны и будете подстраиваться под эгоистичные взгляды вашего супруга. Это закончится тогда, когда вам этого захочется. И так как он еще и эгоист, он еще будет трудно расставаться с вами, за вас держаться, скорее всего, еще и отпускать потом не захочет. Сейчас он так хорохорится, выпендривается, потому что, если вы с ним расстаетесь, это очень сильно бьет по его эгоизму, эгоцентризму его. Это очень, в принципе, неприятно становится. Для него это большая рана. Для того, чтобы с раны этой не встретиться и не почувствовать ее, он будет максимально вас держать и не отпускать. Он вам начнет обещать перемены, что он изменится, станет хорошим, искать типы компромиссов, но вы по факту смотрите, компромиссов не будет, пока он эгоистичен. Здесь все, конец это или нет, зависит от вас. Насколько вам хочется, нужно, насколько вас хватит. Я считаю, что, скорее всего, ничего не будет меняться. Максимум он начнет вас обещать, то, чего он делать, не будет выполнять, будет просто тянуть время. Честно, вот по бытовому, по-женски, с опытом каким-то жизненным, да, не как психолог, я вам скажу, что вы теряете лучшие годы свои, для чего? Вы скажете, для семьи ребенка должен быть должен быть отец. Должен быть отец какой? Любящий, дающий поддержку, заботу и говорящий, дочу, я тебе решусь все твои проблемы, будь уверена в себе. А она у вас что видит? Конфликты, проблемы, папа не поддерживает, ругается. Это то, что должен ребенок видеть. К сожалению, большому сожалению, когда я разговариваю с ним, и выясняется, что их родители развелись, всегда задаю конкретный вопрос. Ты был рад этому? Проверьте, процентов 80 людей отвечают, да, они меня уже заколебали своей руганью, мне было просто лучше порзень. Или многие говорят, когда мои родители расстались, мы наконец-то начали нормально общаться, несмотря на то, что мы стали жить в разных квартирах. Например, папа с мамой разъехались, я жил с мамой, мне недавно просто такой разговор был, да я рад был, ой, мы с папой начали нормально общаться, мне папа начал внимание уделять. Да знаете почему? Потому что конфликт закончился между взрослыми, а ребенок это всегда жертва этого конфликта, которого, к сожалению, в большинстве случаев втягивают, используют, и ребенок как бы заложник вообще этого происходящего. Так вот вопросик, да, если у вас оправдание, я хочу сохранить в семье, чтобы были два родителя у ребенка, типа полная семья, но вы держите ребенка в заложнике, в заложниках, в заложниках свои проблемы, которые не можете решить со своим супругом. поставьте вопрос ребром и прям, например, конкретно обговорите, вот закончится война, мы с тобой, например, не просто разъезжаемся, а мы с тобой разводимся. Если вы говорите, я уеду, мне стану с дочкой проще, на тебя не могу надеяться, это вы оставляете открытую дверь, это вы ему угрожаете, это вы не ставите точку. У него какие-то действия вообще начнутся, и обещания, что он что-то менять будет, то есть когда точка конкретная будет, как конкретные угрозы, с которой вы не сдвинетесь. Я чувствую, что он знает, что вас можно двигать, вы сами оставляете дверь, у вас есть какая-то причина, что вы все это годами терпите, ждете, даете шансы, на что-то надеетесь. Он не поменяет. Вы результат своего не добьетесь, вы тянете вот эту резину, страдаете, выстрадает наш ребенок. Именно про дочку, да, неизвестно, сколько вся эта история будет длиться сейчас, когда это закончится. Я всем желала, чтобы закончилось это все побыстрее. Я в частности про войну говорю, чтобы вы быстрее домой вернулись, в вашу среду, хотя жизнь все равно же, как раньше была, спокойной не станет, но все равно к родным стенам своим, да, в среду языковую хотя бы, как ребенку будет спокойнее, лучше, комфортнее, к друзьям как минимум своим, правильно? Но сейчас я бы не стала насильно прям заставлять, если у вас нет цели вообще остаться за границей, жить навсегда, или там лет на 10, на долгий какой-то срок, то есть ей не критично нужен язык иностранный, ну, если она совсем сопротивляется, будет никак в штыке, ну, тогда не заставляйте, попробуйте в этот учебный в Новый год, но не давите вам, ваша задача не в школу запихнуть и язык какой-то дать, а не потерять контакт с вашим ребенком и не оставить ее вот одну в такой ситуации, чтобы она чувствовала, я за границей, одна, и меня еще мама, например, не слышит, мне чувствует, папа на меня вообще забил, давным-давно вообще не лезет, да, и чтобы у ребенка вообще не было ощущения, что она одна, одинокая, то есть не в вашем, первично для вас не попортить отношения с ребенком, ну, в конце, до смешного, например, да, в школу оценки и все прочее, это лишь мерило временное здесь и сейчас, ну, кому, блин, в жизни очень сильно повлияло тройка или четверка по геометрии в школе, такой предмет, знаете, да, что-то изменило, это как-то на жизнь что-то повлияло, или тангенсы, катангенсы ты не выучил, не сдал, что-то кому-то это очень сильно пригодилось, поэтому родители склонны быть тревожными, конечно, за своих детей, но тревога порой неоправданная, поэтому не натягивайте слишком, не создавайте проблему, в конце концов, такие условия сейчас, что детям, которые попали в ситуацию, что надо идти в другой стране язык и так далее, к ним будет больше лояльности какой-то, меньше спроса потом, и ей будет проще вернуться к обычной жизни, когда все это закончится, так что не создавайте трагедию и проблему, проблем и так хватает, вы лучше решите с вашим супругом какую-то точку конкретную, не тяните эту историю и тягомочу, но вы с ним видите, он не хочет брать ответственность, ну вот тогда да, да, нет, решайте с ним, принимайте просто решение, обговаривайте, вот и все, надежды, надеяться на перемены, вот то, что вас держит 10 лет, не начнодеяться, повода меняться у него нет, нет точки отправной, какой-то бонус хотя бы испугался и начал хотя бы обещать что-то вам, но я опять говорю, что обещания не факт, что приведут к каким-то конкретным переменам, что напишите в комментариях под видео, дайте советы, может быть кто-то был в подобных ситуациях, я под видео оставляю свою почту, кто также хочет разбора в видео, пожалуйста, присылайте историю от анонима в теме письма, если вам нужна психологическая консультация, тема письма, консультация, я вам вышлю условия, подписывайтесь на телеграм-канал о новостях Турции, жизни в Турции, что здесь у нас происходит, ссылка тоже в описании, всем спасибо, всем пока.